МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Мы сегодня расскажем вам о святом человеке, чье имя в переводе с латыни означает «наибольшее». Максим, так это имя звучит у нас. Евангелие внесло в мир новые смыслы, и Господь учит, что если кто хочет быть наибольшим, пусть будет всем слугой. Максим взял на себя тяжелейший подвиг, подвиг юродства ради Христа. Добровольное безумие, личина сумасшествия, человек, лишенный всякого благообразия, вот такой юродивый. Из-за этой безобразной личины скрывается горячая молитва за всех, за всех людей, великие духовные дарования. Святой Максим жил на Москве в 15 веке. Он наговорил свои получения всякому человеку, и богатому, и бедному, в лицо не боясь, и любили его все. Называли его «нагоходец», поскольку он был почти наг, и зимой и летом ходил, не прикрывая свое тело одеждой. «Люта зима, но сладок рай», говорил в это время преподобный, коченея от холода. Людям часто плохо живется, люди страдают, мучаются, а в те времена и моры, и болезни, и голода, и нашествия на племенников терзали русскую землю. Скорбящим людям Максим говорил такие слова. Оттерпимся, и мы, люди, будем. За дело побьют – повинись, да пониже поклонись. Не плачь битый, плачь не битый. Этими и другими словами он ободрял людей, говоря им, в общем-то, ту правду, что как монетка, очищаемая, светится как солнышко, так и человек, который труд и мучают скорби житейские, приобретает все больше и больше духовного незримого сияния. Однако не только хорошие слова говорил преподобный, он обличал людей за лицемерие, за ложь, за неправую веру, мог сказать такие слова. Божница домашня, а совесть продажна. Не Бог тебя, ни ты его не обманешь. Всяк крестится, да не всяк молится. В этих простых словах, сказанных силой, чувствовалось обличение, чувствовалась накопленная как раз святость, подвигами и трудами, и люди, слушая эти простые слова, приходили к раскаянию, меняли жизнь, одумывались, начинали заново трудиться ради Господа. Преподобный умер в Москве в 1434 году и был погребен в церкви Бориса и Глеба. От его мощей сразу, вскоре после погребения, стали совершаться исцеления. Имя его означает наибольший, а в жизни он был наименьший. Он исполнил завет Христа, был всем слугой и рабом, покорил уму своей страсти и действительно увенчался достойно от венцедавца Бога. Вообще, Евангелие внесло в мир новые смыслы. К примеру, Евангелие говорит нам о том, что если ты хочешь спасти свою душу, то погубишь ее, а если погубишь душу ради Христа, Евангелие, то обретешь, спасешь ее. И блаженство Господь обещал не сильным и богатым, а кротким, плачущим, милостивым, терпеливым. Евангелие перевернуло обычные представления о мире и в этот перевернутый, по-благому и по-красивому перевернутый мир, мир священных чудных несоответствий, и чудных новых радостей. Как вписалось, это удивительное явление, подвиг ради Христа, юродство. Кроме носящего имя Максим, мы сегодня с радостью поздравляем таких именений, как Мина, Виктор, Стефанида, Викентий, Федот и Степан. С Днем Ангела, дорогие именинники, радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Субтитры создавал DimaTorzok